Таков был Петербург в 1932 году. В 1914 году. Замученный бессонными ночами, он жил словно в ожидании страшного рокового дня. И тому были предвозвестники. Новая и непонятная лезла изо всех щелей. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Здравствуйте. Это телеканал Самаргиз. И мы снова читаем Толстого. Как вспоминала позже Наталья Васильевна Кранзьевская, их последняя встреча перед летним разъездом в 1914 году произошла в Москве. Толстой уезжал в Коктебель, а я в Петербург к мужу. Мы встретились на вечере у Макса Волошина. После этого Толстой провожал нас с сестрой Дюной по Кривым Арбатским переулкам. У него было обиженное лицо. Такие лица бывают у детей, когда их провожают спать раньше времени, сказала Дюна. Вот это верно, засмеялся Толстой. Что толку спать? В гробу наспимся. Просто удивительно и непонятно, сколько времени человек теряет просто так. Запомните, что я вам скажу. Близок конец мира. Он гораздо ближе, чем мы думаем. Да-да-да-да, запомните это. Никогда, никогда еще я не плакала так горько, как в ту ночь, вспоминала Кранзьевская. Я плакала о конце мира, который был близок. Мира жестокого, несовершенного, но все равно родного и теплого. Это было летом 1914 года. И те, кто бродили в ту ночь по Кривым Арбатским переулкам, еще не подозревали, что скоро все кончится. По широкой, желтоватой реке в зыбких солнечных отцветах двигались силуэты лодочек, направляясь к дальнему песчаному берегу. Одну из таких лодок нанял говядин, попросил Дашу править рулем, сам сел на весла и стал выгребать против течения. Скоро на бледном лице у него выступил пот. «Спорт – великая вещь», – сказал Семен Семенович, принялся стаскивать в себя пиджак, стыдливо отстегнул помощи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами, слабые руки и гуттаперчевые манжеты. Даша раскрыла зон и прищурюсь глядела на воду. «Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна. В городе поговаривают, что вы выходите замуж. Правда это?» «Нет, неправда». Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного озабоченного лица. И жиденьким голосом попробовал было запеть «Эх, вниз, да по-матушке, по Волге». Но застыдился, со всей силы ударил весла. Навстречу проплала лодка, полная народу. Три мещанки в зеленых пунцовых и шемировых платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчичник, кудрявый с чернявыми усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой, широко греб, раскачивая лодку. Третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семен Семеновичу. «Сворачивая с дороги шляпу, туда твою душу!» И они с криком и руганью проплыли совсем близко. Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег, Семен Семенович опять надел помощь и пиджак. «Хотя я городской житель, но искренне люблю природу», — сказал он прищурясь. «Особенно, когда ее дополняет фигура девушки. В этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу». И они побрили по горячему песку, увязая в нем по щиколку. Говядина поминутно останавливался, вытирая платком лицо и говорил, «Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок!» Наконец песок кончился. Пришлось забраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущей в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага над водой рос кудрявый орешник. В низинке в сочной траве журчал ручей, переливаясь в другое озерцо, круглое. На берегу его росли старые липы и корявая сосна с одной, отставленной как рука, веткой. Дальше по узкой грифке цвел белый шиповник. Это было место, излюбленное вальшнопами во время перелетов. Даша и Семен Семенович сели на траву. Под их ногами синело небом зелелена отражением листвы вода по извилистым овражкам. Неподалеку от Даши в кусте прыгали, однообразно посвистывая две серые птички. И со всей грустью покинутого любовника где-то в чаще дерева ворковал, ворковал, не уставая дикий голод. Даша сидела, вытянув ноги, уронив руки на колени и слушала, как в ветвях покинутый любовник бормотал нежным голосом. Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, ах, что происходит с вами? Почему вам так грустно, хочется плакать? Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уж кончена. Прошла, пролетела, вы просто от природы, плакса. Мне хочется быть с вами откровенными, Дарья Дмитриевна, проговорил Говядин. Позвольте мне, так сказать, отбросить в сторону условности. Говорите, мне все равно, ответила Даша и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который с подтяжка поглядывал на ее белые чулки. Вы гордая, смелая девушка, вы молоды, красивы, полны кипучей жизни, предположим, сказала Даша. Неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой? Неужто вами этой всеми авторитетами, уже отвергнутой морали, вы должны сдерживать свои красивые инстинкты? Предположим, что я не хочу сдерживать свои красивые инстинкты. Тогда что? – спросила Даша, и с ленивым любопытством ждала, что он ответит. Ее разогрело солнце, и было так хорошо глядеть в небо, в солнечную пыль, наполнившую всю эту синюю бездну, что не хотелось ни думать, ни шевелиться. Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марии Давыдовны. Раз в два в год Мария Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марии Давыдовны. Она же в земской больнице объясняла их тем, что муж каждую минуту готов ей изменить с кем угодно. Только об этом и думает. И не изменяет по трусости и вялости, что уже совсем обидно. И она больше не в состоянии видеть его длинную вегетарианскую физиономию. Во время этих размолок Семен Семенович по нескольку раз в день без шапки переходил улицу. Затем супруги мирились, и Мария Давыдовна с детьми и подушками перебиралась в свой дом. «Когда женщина остается вдвоем с мужчиной, у нее возникает естественное желание принадлежать, у него овладеть ее телом». Покашлив, проговорил наконец Семен Семенович, «Я вас зову быть честной, открытой, загляните вглубь себя, и вы увидите, что среди предрассудков и лжи в вас горит естественное желание здоровой чувственности». «А у меня сейчас никакого желания не горит. Что это значит?» – спросила Даша. Ей было смешно и лениво. Над головой в бледном цветке шиповника в желтой пыльце ворочалась пчела, а покинутый любовник продолжал бормотать в осиннике. «Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы в самом деле? Влюблены, влюблены, честное слово, от того и горюете». Слушая, Даша тихонько начала смеяться. «Кажется, у вас забрался песок в туфельке. Позвольте, я вытряхну», – проговорил Семен Семенович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке. «Вы негодяи», – сказала она. «Я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек». Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на говядину, пошла к реке. «Вот дура, вот дура, не спросила даже адреса, куда писать, – думала она, спускаясь с обрыва. «Не то в кинишму, не то в нижней. Вот теперь и сиди за говядином». «Ах, боже мой!» – она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавль, и глядел в сторону. «Напишу Кате. Представь себе, кажется, я полюбила. Так мне кажется». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила в полголоса. «Милый, милый, милый Иван Ильич». В это время неподалеку раздался голос. «Не полезу и не полезу, пусти юбку оборвешь». По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла. «Пусти, юбку оборвешь». Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке, стиснула горло от омерзяния и стыда. Покуда она сталкивала лодку в воду, подбежала запахавшийся говядин. Не отвечая ему, не глядя, Даша села на корму, прикрылась зонтом и молчала всю обратную дорогу. После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем, началась обида на Телегина. Точно он был виноват во всем этом унынии, пыльного, раскаленного солнцем провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысли и кричит, глядя на пыльные окошки. «Рыба воглая, рыба!» Но остановится около нее и понюхает рыбу, какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес, когда со двора издалека дунайской сосущей скукой заиграет шарманка. Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места. Хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом «Жить хочу, жить!» Телегин был виноват в том, что через чур уж был скромен и застенчив. Не ей же Дашу в самом деле говорить «Понимаете, что люблю!» Он был виноват в том, что не подавал о себе вестей, точно сквозь земли провалился, а, может быть, даже и думать забыл. И в прибавлении ко всему этому унынию, в одной из знойных, как в печке черных ночей, Даша увидела сон. Тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах, и так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка с запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше впрыскивать мышьяк. Затем было получено второе письмо от Кати. Она писала «Милая Данюша, я очень тоскую по тебе, по своим и по России. Мне все сильнее думается, что я виновата и в разрыве с Николаем. Я просыпаюсь и так весь день живу с этим чувством вины и какой-то душевной задхлости. И потом, я не помню, писала ли я тебе, меня вот уже несколько дней преследует один человек. Выхожу из дому, он идет навстречу. Поднимаюсь в лифте в большом магазине, он по пути впрыгивает в лифт. Вчера была в Лувре, в музее, устала и села на скамеечку. И вдруг чувствую, точно мне провели рукой по спине. Оборачиваюсь. Неподалеку сидит он. Худой, черный. С сильной проседью борода, точно наклеенная на щеках. Руки положил на трость, глядит сурово, глаза ввалившиеся. Он не заговаривает, не пристает ко мне, но я его боюсь. Мне кажется, что он какими-то кругами у кого меня ходит. Даша показала письмо отцу. Дмитрий Степанович на другое утро за гасетой сказал. Между прочим, кошка, поезжай в Крым. Зачем? Разыщи этого, Николай Иванович, и скажи ему, что он разиня. Пускай отправляется в Париж к жене. А впрочем, как хочет, это их частное дело. Дмитрий Степанович рассердился и взволновался, хотя терпеть не мог показывать своих чувств. Даша вдруг обрадовалась. Крым ей представился синим, шумящим волнами, чудесным простором. Длинная тень от пирамидального тополя, каменная скамья, развивающийся на голове шарф, и чьи-то беспокойные глаза следят за Дашей. Она быстро собралась и уехала в Евпаторию, где купался Николай Иванович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok